господа всем здорова такой вопрос вернее даже не вопрос крик души человек написал пафосные статусные девочки попадаются в поле зрения нередко работаю молодная потом буду комментировать девочки девочки мальчики работаю в москва сити и только в нашем здании находится два элитных бьюти салона не говоря уже о том что вокруг высоток вся инфраструктура заточена под лакшери к девочкам попроще через раз подъезжаю когда не пешком сам езжу на 530 и бумере иначе такое и довольно свежим выгляжу отличным качалочка питание правильное полтора года уже не употребляю алка волнуюсь но из пяти девочек к трем точно набираюсь мужества подхожу но когда вижу возле сити какую-нибудь сочную упакованную малышку никак не могу себя замотивировать на знакомство и скажу честно они нередко сами смотрят на меня и как будто намекают взглядом но после того как я однажды все же решился и меня довольно жестко слили я вообще глупо себя чувствую вижу и вижу что она меня сверлит глазками кошачьими и как ты говорил в одном своем видео эффект каменных ног ловлю а силы воли не хватает хотя мне и друзья говорят что смотри как они на тебя смотрят желание значит и так вот эта история девочки женщиной девушки то есть ну я лично считаю что девушек нужно назвать девушками потому что когда мужчина называют девушек девочками это мое собственно ко сугу бы мне не значит это показатель какого-то определённого инфантилизма значит когда человек пишет меня с тех пор как меня жестко слили вот жестко слили я вот думаю но что могли сделать женщину ставьте от пиздошли или что то есть бы что должно было такого быть ни не сказано чтобы это был крепisé скиден он максимально тебе скала молодых я Я не знакомлюсь, там, отстаньте от меня, сейчас вызову охрану, не подходите ко мне, все. Вы такие любители катастрофизировать вот это вот, меня жестко слили. Не надо здесь катастрофизировать, нужно то, что вы бездельничаете и ничего делаете в этом направлении. Но когда вы говорите, меня так жестко слили, не надо катастрофизировать этот вопрос. И твоя проблема исключительно в том, что тебе надо лечить свои ценности, которые исключительно материальные. То есть тебе нужно понять, что такое в жизни есть настоящая любовь, настоящая дружба, настоящее истинное, а не наносное, настоящее отношение, настоящая верность, правда там и так далее. То есть когда вот эти вещи для тебя станут в приоритет, а не вот эти все бирюльки и вот эта вся блестящая х**а, тогда тебе гораздо проще станет вообще жить в принципе и общаться с людьми в принципе, не только с женщинами. Но как бы, как показывает практика, значит ценности человеческие на истинные меняются всегда с какими-то потрясениями, к сожалению. Вот так вот по щелчку очень сложно взять и поменять свои коммерческо-ориентированные ценности на ценности истинные, здравые и нормальные. То есть, как правило, это какие-то потери, это какие-то очень глубокие переживания, никому такого не желаю, но вот такое бывает. И когда мне попадались время от времени, вот, то есть, ну, достаточно много было как-то так называемых, как вы их называете, пафосные, статусные девушки, то есть я их так не называл. Но среди них очень редко, потому что также девушки разные, могут быть какие-то добрые, злые, это никак не связано с их, с тем, на чем они приехали и во что они одеты, в какие бренды. И когда мне попадались какие-то девушки иногда, вот такие, которые говорили, ты знаешь, кто я вообще такая? Я сразу же говорил жестко и ультимативно, я говорил, подожди, стой, 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 послушай, мне абсолютно все равно, кто ты такая. Вообще просто поебать. Ну, женщинам я, может быть, не всегда говорил слово понимать, но я говорил, мне самое важное, что ты женщина, ты мне нравишься внешне. Не надо меня разочаровывать в себе. Кто ты, кем ты работаешь, мне абсолютно плевать. Давай на этом этот разговор закончим. Вот так можно им говорить. Чем они отличаются от вас, эти женщины? Вот ты просто включи мозг и подумай. Или от какой-нибудь девушки там из ПТУ, не знаю. Также руки, ноги, голова там, не знаю, сисечки, писечки, что-то еще. То есть их вот эти внешние бирюльки материальные, там, статус, пафос, не знаю, машины, кортье, хутие. То есть это никак не характеризует их личности. То есть они могут быть хорошими, могут быть плохими. И, извини за мой французский, дерьмо вот в туалете Москва-Сити, где-нибудь там на какой-нибудь высотке, в той же башне Ока, например, и где-нибудь на каком-нибудь Курском вокзале в туалете абсолютно одинаково пахнет. Ничем не отличается. Это вообще наш российский вот этот вот менталитет, это бич, не столько российский, даже всего постсоветского пространства. То есть вот эта вот ментальность, которую мы унаследовали от Савка, то есть она вот такая вот. То есть как бы нас научили бояться власть имущих людей. Нас научили бояться людей в погонах и в форме. Нас научили бояться людей, которые богаче нас, занимают более высокую должность, чем мы и так далее. То есть, но мы в этом, конечно же, никто не виноват. Мы все выходцы оттуда, если мы говорим про мое поколение, допустим. Но, к сожалению, это так. Ответственность за то, будешь ли ты продолжать быть таковым или нет, сделаешь ли ты с собой что-то, перепрограммируешь свою голову или нет, она лежит исключительно на тебе. Если всех этих девушек собрать, там 10-20 человек разных, там и обычных девушек, и богатых, и каких-то пафосных, статусных, раздеть и поместить на необитаемый остров, только вот закрыть пирожок, там, не знаю, листиками, они ничем не будут друг от друга отличаться. Абсолютно ничем не будут отличаться. Единственное, может быть, они будут отличаться вот каким-то там походкой, осанкой, как они держат себя вот этим всем. То есть, как правило, вот эти вот, как вы их называете, статусные, они умеют себя нести. Хотя, опять же, их лет заслуга, что они живут в материально обеспеченном мире, это большой вопрос. И вы боитесь, по сути дела, не вот их там самих, да, вы боитесь того, как они себя подают, как они себя несут, и вот этих вот внешних бирюлек. И, безусловно, естественно, да, надо стремиться зарабатывать деньги, потому что, ну, как бы, нужно соответствовать этому миру, его реалиям. То есть, деньги для того, чтобы ты себя в первую очередь чувствовал хорошо, комфортно, свободно. Деньги дают очень много свободы, очень много свободы. Но если внутри ее нет, как бы, они тебя, конечно, не спасут. И даже нужно стремиться зарабатывать деньги для того, чтобы когда ты их заработаешь, чтобы ты, наконец-то, понял, что, сука, ты так и продолжаешь бояться этих пафосных статусных женщин, так называемых, да, ничего не изменилось. И нужно, конечно же, лечить вопрос ценностей и мировоззрения. Нужно включать свой сильный мужской ген, потому что ты должен осознать в этом процессе свою значимость, как мужика. Ты, как мужчина, должен уже понять, наконец, ты для общества, для социума намного более важен. Мужчина может нести в себе намного больше созидательных функций. Я ни в коем случае не обесцениваю женщину, не умоляю их достоинств. Женщина должна заниматься внутренним сектором, обеспечивать вот этот тыл, эти женские энергии, вот этот уют, вот эту всю доброту, теплоту, любовь. А мужик – это такой завоеватель. Это, к сожалению, это слово сейчас, может, неправильно люди поймут, и они об этой ситуации. То есть мужчина – это добытчик, мужчина – это созидатель такой, вершитель, строитель. То есть это вот такое внешнее. И, конечно же, каждому обществу, на самом деле, очень сильно важен мужик. В каждом каком-то обществе это важно, быть мужиком. Но вот эти все социальные сети, вот эта вся блевотина, осознанное выключение твоего сильного мужского гена, ими там наверху, да-да-да, оно привело к тому, что вот женщина – это вот, а мужчина – это какой-то там кусок дерьма маленький, такой вонючий. Вы забыли о том, что вы мужики. И какая разница, на чем едет какая-то женщина. Может быть, она последняя шкура, и там, не знаю, работает просто проституткой, сосет там у индусов, не знаю, у богатых, вот в этой гостинице. А вы на нее что-то там наклеили, каких-то супер пафосных ярлыков. А женщина, в идеале, она должна быть слабая и зависимая. И если, не дай бог, случится конец света, дорогие мои друзья, если, не дай бог, он случится, и поверьте мне, ну, допустим, деньги будут ничего не значить, ими просто будут печку топить. Все эти машины, дорогие всякие, Рыж Роверы, Бентли, Гри Ментли, они никому нахер не нужны будут. То есть, получается, все, что имело какую-то мнимую значимость, вот, до этого конца света, сейчас оно этой значимости не имеет. И поверьте, женщины также будут хотеть одних мужчин и не хотеть других. Давать одним мужчинам и не давать другим мужчинам. И каким, это уже другой вопрос. Тем, у кого активен сильный мужской ген. Но не тем, у кого там машина, которая один хрен не едет без бензина. И я, когда был беден, я занимался сексом с богатыми, ну, с девушками из богатых семей. У кого-то папа был богатый, у кого-то там бывший муж там что-то наставлял, у кого-то, ну, они были разные. Среди них были не самые, не самые высокие социальные ответственности, разные были. И меня, конечно же, трясло и колбасило, потому что я утром звонил своему другу и пытался у него занять денег на бензин, или просто, чтобы он мне привез пятилитровку. А эти девушки заезжали за мной на дорогих иномарках. Но у меня же это получалось, это вообще меня вытащило. И это, так сказать, это получалось. У меня исключительно за счет моего желания, мне нечего было терять, за счет моей харизмы, за счет моей позиции сверху. То есть я преодолеваю вот это все, типа, блин, кто я такой, нахуй, куда я иду? Я заставлял себя, стиснув зубы еще и со своими паническими атаками, идти туда и знакомиться, и общаться с ними с позицией сверху. Им это нравилось. То есть, если девушка из очень обеспеченного круга, да не нужны ей твои деньги, перестаньте отмазываться вот этим, говорить, что вот им всем нужны там богатые олигархи. Да у нее своих денег, блин, просто дохера и больше. Не нужны ей твои, у нее есть свое. Им нужен нормальный, сука, мужчина, который будет общаться с ними с активным, включенным, сильно мужским геном, с позицией сверху. Вот что им нужно, вот кто им нужен. И мне что не понравилось, да, вот вначале, когда я зачитывал вот это сообщение, здесь нет вопроса. Вот в этом сообщении не было вопроса. То есть там было только такое чаяние, не знаю, крик души, что вот, вот, я боюсь знакомиться, что-то еще. Если ты хочешь решить этот вопрос, и самое дебильное, что действительно есть, ну, то есть, те, кто не зарабатывает деньги, у вас есть железная, железнейшая отмазка. Вы можете говорить себе, ну, у меня нет денег, поэтому куда я, а как я ее, а что я, ну, все, пиздец, крест поставили. Можете отмазываться и идти домой спать. Но если здесь есть мужчины, а здесь есть такие мужчины, которые зарабатывают достаточно большие деньги, и вы по-прежнему боитесь вот этих каких-то куриц на дорогих машинах, только потому что они дорогие машины. Если вы хотите решить вопрос, решайте его, ставьте этот вопрос ребром, то есть, ну, правильно спросите Шамшурина, что делать, чтобы преодолеть вот этот вот страх. Собственно, об этом и видео. А что делать? Сегодня, дорогие мои, открылись продажи всего три дня. У вас будет три дня, чтобы успеть на супер халявнейший марафон, который мы давно не проводили. Сегодня старт продаж моего практического онлайн-марафона по живым знакомствам. Поэтому обязательно вписывайтесь, прямо сейчас это делайте. Ссылочка здесь, внизу. И уже 8-го числа стартуем и начинаем знакомиться вместе со мной, с моей командой. И поддержка моя будет обязательно самыми классными девушками вашего города. Если кому-то нравятся вот эти губастые, сисястые, писястые, пафосные, ради бога. Если кому-то нужны скромные, какие-то там тихие, какие-то ради бога. Вы будете выбирать женщин. Если не прощелкаете эту возможность в очередной раз. И успеете за три дня вписаться в мой онлайн-марафон. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok